Микс Ньюз Лайф Ис Гуд Люблю Лайф Ис Гуд Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю Лайф На Радио Болтком Здравствуйте дорогие друзья Это программа Люблю Лайф Инна Авин, релавный редактор журнала Люблю в студии Здравствуйте всем Ну и мы поговорим сегодня Уже приближается у нас и Рождество и Новый год Конечно предновогодние Я понимаю уже такое настроение О боже мы на обложке Видишь как у нас елочки Шарики Как супермаркеты поставили первые елочки Как зажглась красавица На Домской площади Ну так и настроение уже скорректировалось Ну и мы сегодня решили Поговорить, сделать такой интерактив И может быть даже как интерактив-конкурс Поскольку один из таких центральных материалов Посвящен тому, что дарить на Рождество Или Новый год И действительно это ведь вопрос очень такой Головная боль Всегда Вроде бы и радостные такие ощущения Предвкушения Вот я пойду, буду выбирать Упаковывать подарочки Перевязывать ленточками рождественскими Красными Ну там Какие угодно фантазии Приход в голову А потом высовываешься Один, другой, третий раз По магазинам Или по елочным базарчикам Вроде хорошо, все красиво Но Я даже по себе знаю Получается что-то странное Вроде бы мыслей много И я, например, точно знаю Что даже летом бывает такое О, классная вещь, надо не забыть Потом к Новому году Откладываю в голове там Маме, подруге, сыну Приходит декабрь Мама дорогая Я ничего не помню Идей много А почему-то потом по итогу Получается покупка носков Или, боже упаси Вот каких-то таких вот очень Вроде бы Банальных вещей И обидно как-то Из-за себя думаешь Ну где же моя голова-то была Ну куда же все мысли-то разбежались И получить С другой стороны Себе-то хочется тоже Ну не очередные какие-то Ну вот Елочные игрушки Все здорово Все классно И шоколадные конфеты Тоже хорошо Но каждый раз думаешь Нет, ну вот Я хотя бы должна Нарушить эту традицию Купить что-то необычное Ну вот Мы хотели Просто обратиться к вам Дорогие наши слушатели Что бы Что вообще подарить Какие-то идеи подарков Интересных подарков Которые бы вы могли Предложить А среди тех Кто Вот Предложит Может быть Самое яркое Самое интересное Или если будет Несколько вариантов Мы уж там прямо Буквально чуть ли не на бумажках Вытянем Вытянем, вытянем Да И обязательно вам Сделаем подарочек А подарочек мы сделаем Вам Вы знаете Прекрасный на мой взгляд Это будет Это как раз таки Тот самый небанальный подарок Назовем его так Это будут билеты Либо на детскую елочку Если вам хочется туда пойти И есть кого отвезти Порадовать ребеночка Либо на какой-то концерт Или на спектакль На какое-то праздничное Радостное Приятное Для души Мероприятие 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Или пишите нам На номер Ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 Вот ваши идеи Ваше предложение Что лучше всего подарить На Рождество и Новый год Какое-то вот Чтобы это было не банально Чтобы это было интересно И в самом деле Ну Порадовало Да, журнал «Люблю» Уже подготовил для вас подарочек А теперь Предложите нам Какие-то другие варианты Что вы подготовили в подарочек Приятно вам людям Ну и вот здесь ведь В самом деле Большой материал И как подготовиться К зимним праздникам И как собрать мешок Деда Мороза Причем Я понимаю Что здесь Сразу А тут идеи Да Тут еще какие-то варианты Ну Мы так Сели в редакции Подумали Фантазии Так сказать Подключили И Вот Ладно Допустим Члены семьи Все-таки мы понимаем Как мы можем порадовать Чем мы можем Удивить Как правило Все-таки Дети пишут Пресловутые письма Деду Морозу Это такое приятное Ну вот Часть Такой семейной жизни И Ты знаешь Я даже в редакторской колонке В «Люблю» Написала об этом Что Когда дети были Совсем маленькими Ну там лет с 5-6 Например Когда только научились Писать там Печатными буквами Они начали писать Эти письма Деду Морозу Дети не слушают Радиостанцию Они в школе Мои дети находятся Поэтому могу сказать И честно признаться Что все эти письма Лежат у меня В отдельной коробочке Невероятно Приятно их рассматривать Дети растут Да Как эти письма менялись Вспоминаешь Такие Ну Очень трогательные Воспоминания Но И что интересно В какой-то момент Я подумала Что Надо устроить Такой экшен Я подключила Всю семью Сама стала писать Деду Морозу Письма о том Что я вообще думаю Дед С тем что происходит В моей жизни И что я хотела бы Чтобы происходило В следующем году И это оказалось Потрясающе классная штука Возможно Это Такой даже Психологический прием То есть Каким-то таким Вот С Материалом Материалом Образом Ну то есть Взяв Бумагу Ручку Это не пост В социальной сети Который очень многие Я знаю Пишут Ну как бы вот так вот Подводя итоги года И примерно Думая о том Ну вот Что со мной будет В следующем году Но вот именно Физический Листик бумаги Брать ручку Писать Ну Потрясающее ощущение У нас есть звонок Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Доброе Что бы Какие Вот что подарить Вашей мысли Идеи На самом деле Сталкивался С точно такой же Проблемой Как вы говорите Что там Даже если заранее Покупаешь подарки А потом непонятно Что дарить И в последний момент И что-то И Пришел к выводу Даже не то Что там нужно Сильно заранее Или в последний момент Покупать Или там вовремя Смотря что вы имеете Под этим ввиду Но Дарить не один Какой-то подарок Даже там большой Небольшой А дарить несколько подарков О Как интересно Они не обязательно Большие Даже скорее маленькие Но здесь получается так Что даже Ну там 5-6 Например Маленьких Не знаю Это может быть Какая-то сладость Например Из чего Обычно подбирается Под человека Ну там Например Там По супругу могу сказать Да Ей нравятся котики И вот обязательно Будет один котик Это может быть что угодно Это может быть фигурка Это может быть игрушка Это может быть там даже Ну что угодно с котиком Одно что-то точно будет Что-то сладкое Что нравится А что-то потом Еще какие-то Ну Обычно Стараюсь Что-то такое интересное Не обязательно полезное Даже скорее наоборот Ну что-то просто оригинальное Но маленькое И интересное А скажите Вы это в разные упаковочки Еще упаковываете Да? А когда как Так вот я тоже стараюсь Здесь Как бы каждый год Что-то придумать Один раз я это Закатал в банку Да вы что? В какую? Один раз Да Ну вот такую Большую степлянную банку Вот прям закатал То есть нужно было Открыть и вскрыть Чтобы там Прозрачная банка Видно что внутри Но ее так просто не открышь А один раз да Действительно Запаковывал Каждый подарочек Отдельно В маленькую упаковку Другой раз Перекладываешь Так чтобы Ну на самом деле Все прифиг хорошо Когда человек не знает Ну то есть Первый год я уже так дарил То есть Знаешь что я буду так дарить Но сколько точно подарочек В маленьких Она не знает И когда каждый следующий Это там сюрприз А еще есть А вот там спрятан дальше еще один Ну вот так и так далее Скажите пожалуйста А как вас зовут? А как вас зовут? Дмитрий Дмитрий Ваша супруга Счастливая женщина Прекрасный рассказ Спасибо вам огромное Спасибо Дмитрий 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Это телефон в нашей студии А следующий год Белой металлической крысы Да То есть надо В принципе Каким-то образом Я понимаю Можно и обыграть Это Белый металл Вообще Звучит приятно Это и белое золото Это и серебро Поэтому Металлическая крыса В общем Год такой Как будто бы Намекающий нам На изменения В денежной Материальной сфере Это приятные изменения Ну будем так надеяться Хотя я могу сказать Что за эфиром Мы тут с Олегом Уже посидели Поговорили о том Что наступающий 20-й год Будет високосный Но мы же оптимисты Мы будем надеяться Потому что этот лишний день Он, например, будет предназначен Для какого-то счастливого события Ну а тем более Что крыс У меня вот две крысы Жили дома Да Ты известный владелец Всяческой экзотики Самый, наверное, это Юрий Алексеев Здоровая крыс Огромнейшая Ну ты сразу после него Олег Все-таки я настаиваю Меня поражает Насколько разные Совершенно характеры У крыс Вот девочка Например, очень дружелюбная Мальчик Боб совершенно Перегрыз все, что можно То есть Получал за это Агрессивный Сгрыз ковер Сгрыз там всю мебель То есть Поразит какой Да И вот получал за это Попопе В общем, периодически Ужасно был непослушный Совершенно Вот обладал Каким-то скверным характером Слушай, Олег А как ты их выбрал вообще? Почему крысы? Вот, кстати О следующем годе Я уже слышала Между прочим Среди Ну, так сказать Знакомых Которые любят Оригинальный подарок А не подарить ли мне Ну, там, вот Детям Или, там, вот Любимой девушке Крыску Ну, если следующий Новый год Вот подарю-ка я Живую крыску Я не комментирую Я бы сразу Этого человека отправила К Деду Морозу На Северное поле С таким подарком Но, с другой стороны Я знаю, что Многие люди любят крысок И они у многих живут Да, они умные Они, в принципе Не, ну, требовательные То есть Достаточно, ну Хормить Менять воду То есть Это не требует Каких-то особых забот о них Но они в специальных клетках Ведь живут Да Ну, хотя вот Я знаю, что Некоторые выпускают их Там просят, ну, действительно Чтобы их, как минимум Выпускали немножко погулять Потому что им требуется Ну, все-таки Размять ноги Прогуляться Если она Ну, они очень-очень дружелюбны И они могут сидеть на плече Они могут сопровождать тебя То есть, в принципе Очень такой доброжелательный Хороший Не знаю Питомец Питомец Но он же питомец Здравствуйте Да, вы в эфире, пожалуйста Алло, здравствуйте Здравствуйте У меня такая идея Для подарка Нашим вот бабушкам Дедушкам Мамам Папам О, давайте Мы каждый год Вот тупо, да Дарили варежки Носочки Какие-то шарфики Бабушкам там Крема И каждый год Нам водители говорили Да нам уже ничего не надо У нас уже все есть И вот в прошлом году Мы как-то вот не думая Просто взяли бабушек Дедушек Отвезли их в Старую Ригу Походили по городу И потом зашли В какой-то вот Уютный ресторанчик Да И мы никогда не думали Что для них Это было настолько интересно Потому что Они оказывается Ну вот сидят дома И сами в город Уже никуда не выезжают И уж тем более Ни в какой-то там ресторанчик Они не ходят А то для них Это был такой вот Выход в свет Да Конечно цены в ресторанчике Мы прикрыли Правилом левой руки Ну понятно Чтобы нервная система Все-таки В праздничном настроении Оставалась Да Но они остались Настолько вот благодарны Настолько вот Мы видели вот этот блеск В глазах Да Что вот они Вот здесь побывали Вот они погуляли И вот осталось Очень хорошее Приятное впечатление И у нас Вот и у них Может быть это кому-то Поможет Вот было бы очень хорошо Спасибо большое А как вас зовут Меня зовут Ирина Ирина Спасибо Мы тоже записываем И у нас тут есть Сразу еще один звонок Прямо вот люди Как-то раз Как радостно Олег Что люди думают О подарках Очень приятно Звоните нам Здравствуйте Да Пожалуйста Алло Здравствуйте Здравствуйте Ваши клиенты Саня уже с бульвара Беспокоят У нас два телевизора Подключена И один из них Сейчас не работает Сигнал закодирован Или слаб Мы ошиблись Номером Да Скажите пожалуйста А вы точно на радио Звоните? А Нет Нет А вы в эфире Подождите Не отключайтесь Мы про подарки говорим А вы вот про телевизор Старый говорить А вы не хотите Деду Морозу написать Чтобы он в следующем году Вам новый телевизор принес Раз такое дело У вас проблем Да Я поэтому так удивилась Что такое начало Неожиданное В виде диалога После Съединения с оператором Ну раз уж Вы к нам попали Давайте быстренько Придумайте Что вы хотите Получить Под елочку В следующем году Под елочку Хотела бы Можно как-то Здоровье Положить под елочку Болеем С детьми дома Как раз Телевизором Учимся Понятно Болеть еще и без телевизора Правда не очень весело А вы радио включайте Видите Вот сама рука судьбы Вас к нам прислала Вы включайте радио Болтком Мы тут сидим Говорим о подарках Знаете у вас сразу Настроение повысится Это точно Журнал люблю Почитайте еще Да Сходите в киоск Журнал люблю Вам подмигнет Левым глазом А там как раз У нас Обзор Всех детских елочек В городе Риге И не только в Риге Ну смотрите И уже как-то Что-то получше В жизни наладится Вас как зовут? Ирина Очень приятно Ирина Ну вот видите Сколько мы с Олегом Вам идей набросали Радио включайте Журнал покупайте И выздоравливайте Здравствуйте Доброе утро Здравствуйте Доброе Я пожилой Старый человек Мне двинадцать лет Выхожу из дома Редко Мне трудно И поэтому сын Значит приду Вот уже третий год В какие-то праздники Новогодние Он у меня на машине Возит по Риге Ого Ну да Ну живу-то я уже Тут очень давно Да Но последние годы Я не могу выходить И вечерами Он меня в праздники Возит То к старому городу То Вот Праздник Света был И в этом году Тоже На новогодний На Новый год Он меня Куда-то Отвезет А я сама Ну я обычно Дарила там Всякую мелочь Своим Дружьям Знакомым И конечно Родственникам А в этом году Я придумала Вот что Да Я по специальности Врач В общем К искусству Отношения Мало Имею Ну решила Как-то время Своё занять И занималась Фаристикой Вот уже В течение Двух недель Я В кавычках Наделала Несколько Картин Назовём Да Из цветов Ну из сушёных Листиков Цветочков Несколько картин И вы знаете Они настолько Оригинальные Получились Не по моему мнению А по мнению Соседей И друзей Которым я уже Начинаю Дарить Я вижу Какое удовольствие Они получают Слушайте Я же делаю Почти картины Вот они Сейчас у меня Одиннадцать Штук готовы Уже для следующих Вот такие подарки К Новому году К Рождеству Я дарю Не покупаю Ничего Сама Самодел Слушайте Это прекрасно А как вас зовут Представьтесь пожалуйста Лилия Лилия Спасибо Очень приятно Спасибо И сразу ещё один звонок Здравствуйте 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 Представьтесь пожалуйста Я Елена Очень приятно И я вас Поздравляю С наступающими Праздниками Ну это наверное Ещё Поздравимся Да Ну заранее Мне тоже хорошо У меня Такой Вопрос Не по сегодняшней теме Извините Конечно А по прошлой Теме Потому что На той неделе Был Тоже как бы Розыгрыш Про Балансиага Да Вот И я Полчаса Звонила Я была на связи Я написала смс Ну дождалась С конца передачи И мы сказали До свидания И передача закончилась А вы понимаете К сожалению У нас там была Техническая накладка И к нам не проходили Звонки Ну вот никаким образом Этого не было И поэтому у нас И победителя не получилось Но Елена Смс-ку вашу Мы видели Так что Всё хорошо Смс-ка ваша Оказалась правильная Видимо вы Совершенно в курсе В теме И всё Знаете Потому что Это тема Которой я хочу Заниматься В следующем году Хочу чтобы Дед Мороз Позволил Да У меня возможность Стать Полноценным Стилистом Персональным Это моя мечта С детства Поэтому так Слушайте Какая прелесть Смотрите Елена Вот буквально Специально для вас В этом номере Журнала Люблю Если вы не подписчик Обязательно Сходите Купите Посмотрите Потрясающее Преображение Нашей читательницы Которая провела Известная стилист Руководитель собственной школы Уна Стайл Уна Бернатовича И я думаю Что ваша мечта Обязательно осуществится Потому что в Риге Есть много возможностей И если у вас Есть такое желание Вы точно вдохновитесь Мало того Вы еще можете Стать подписчицей Нашего журнала Прислать свою фотографию И маленькое письмо На конкурс И стать еще Участницей Нашего преображения И буквально Попасть в руки Большой профессиональной команде Пройти фотосессию Получить прекрасные фотографии И попасть на страницу журнала Так что как хорошо Что вы сегодня дозвонились Спасибо вам большое Что вы постоянная слушательница Спасибо вам большое Ваша передача Знаете Даже когда Сейчас минутку еще Одно слово скажу Ваша передача Когда за окном Был тот кошмар Который у нас Полтора месяца Темноты и черноты Он солнце дает Заряжает Во-первых Прекрасные ведущие Которые такие Радостные Ну какие-то такие Солнечные И сразу хочется жить И верить Что все хорошо Лена Обязательно все хорошо Журнал люблю Это наше главное слово Конечно Все будет хорошо Спасибо вам До встречи Спасибо Ну и сейчас мы сделаем Небольшой перерыв После чего продолжим Программу Люблю лайф Продолжается у нас Программа Люблю лайф Главный редактор Журнала Люблю Инна Авина Всем здрасте Олег Пека Ну и вот СМСки мы еще Не успели зачитать Тут нам Значит Идеи подарков На Рождество Билеты на концерт Рождественской прелюдии СНС и Галанты И годов Это на Рождество А на Новый год Годовой абонемент На журнал Люблю Прекрасный Прекрасный Подарок Вот А еще Тут интересно Пишет нам Слушатель Добрый день У нас устоялась Новогодняя традиция Дарить друг другу Лотерейные билеты Это азартно Это всегда грозит Денежной прибавкой Что немаловажно После больших трат Подобные подарки На работе Неизменно вызывают Интерес И соревновательный дух Действительно Спасибо вам Слушатель Классный подарок Супер Вот Ну и Кому мы тогда Кого Отметим Кого будем Одаривать мы Со своей стороны Ну вот Мы посоветовались И от имени Радио Болтком И журнала Люблю Одарим мы Первого Звонящего Слушателя Дмитрия С его Прекрасной Идеей Жене Дарить Много Разных Подарков Дмитрий Вы просто Покорили Наше сердце Я считаю Это замечательно И еще Слушательница Еленя Которая победила Сразу в двух Конкурсах И в прошлом В прошлую среду Про Болинтиагу И сейчас у нее Были классные идеи Просим И того И другого Перезвонить Нашему Офис-менеджеру 6700 1027 Номер 6700 1027 Позвоните Скажите Что вы выиграли И вам расскажут Куда прийти В редакцию Журнала Люблю Для того Чтобы получить Билетики На ближайшие Мероприятия Концерты Спектакли Детские Ёлочки Нам есть Чем вас порадовать Ну а если вы хотите Еще всяких Интересных Идей Как можно Порадовать Людей Из ближнего Круга Порадовать Своих коллег Или там Может быть Знакомых Там Врача Семейного Тут много Всяких Идей И советов Да мы про коньяк Не будем говорить Хотя конечно Это в принципе Под любой праздник Неплохой подарок Правда Или баночка варенья Хендмейт Вот как тут Прекрасный тоже Прекрасная идея Очень хороший подарок Особенно для коллег Баночка варенья Принесли И есть чем Кофе в офисе Попить Правда И продегустировать Можно И похвастаться Например А у меня Варенье Из лепестков Белые розы С ванилью И белым шоколадом Ужасно Хотелось Уже просто Вот Олег Понимаешь Как я тебя порадовала Еще даже варенье Не принесла Сразу какое-то Ощущение Праздника Да Ну вот Если Кстати Вот по поводу елочек Здесь большое Я смотрю Большое расписание Всех Всех елочек Которые в городе Рига Проходят Елочек Которые в Юрмале Проходят Елочки Которые Например В Резекне Проходят В этом году Очень радостно То что Приезжающие к нам На гастроли Елочки Российские Выступают Не только в Риге Это Есть возможность У деток Например И в Латгале И живущих Где-то подальше Тоже прийти На праздник И ледовые шоу И представления И спектакли И мюзиклы Ну в общем Прекрасная программа В этом году Прям вот радостно За детей Очень много чего И тут помечены Ну те мероприятия Которые на русском языке Да Если с маленькими детьми Приходите Да Также вот Как выбрать елочку Здесь советы А также Смотри Мы написали Отдельно Подборочку Даже с фотографиями Сделали Для тех Кто по каким-то причинам Живое дерево Не хочет Например Подставить Ну мало ли люди Каким-то образом Какие-то Эко-взгляды Проповедуют Или не может Может аллергия у кого Может домашние Питомцы Прекрасные Например Вот крыски твои Когда у тебя жили Вот они Как к елочке Относились Ой Мы старались Как-то их Не подпускать Вот именно А у меня котик Тоже понимаешь Нюансы бывают То есть надо Как-то Или с котиком Договариваться Или вот С елочкой Что-то такое делать Вот знаю Что очень многие Вот когда котики Там вот Ну Ничего не возможно Или детки Например Годовалые Тоже с ними Даже не знаешь С кем проще договориться С котиками Или с детками Годовалыми Насчет елочек Да И сколько Всяких интересных Можно в интернете Найти идей Когда там люди Просто стремянку Раздвигают И делают Из этого елку И была фотография Меня очень умилила В каком-то Я понимаю Медицинском центре Там медперсонал Надул Эти перчатки Резиновые Из них Сделал елочку Тоже То есть это было Ужасно трогательно И как-то Ну супер И убирать легко И не надо будет Мужа пилить потом До первого мая Вынеси елку Вынеси елку Правда Поэтому Проявляйте фантазию Креатив Вдохновляйтесь Журналом Выбирайте подарки Думайте о том Что вы поставите На новогодний стол Между прочим Грядущий год Белые металлические крысы Подразумевает Не только Ну Это понятно Сырное угощение Но еще много сладостей Стол должен быть сладким Все люди Разбирающиеся В мистических Эзотерических Астрологических И прочих науках Очень рекомендуют Стол обильно Украсить Сладкими закусками Мы подготовились И у нас В журнале Поместим Целых 5 рецептов Шоколадных десертов Слушайте Тут Вот Просто Смотришь На фотографии И уже думаешь Что в общем Жизнь удалась А вот Когда приготовить Всю эту радость И рецепты Выбирали Такие Ну вот Необычные Не очень сложные В общем Мы тщательно Подожгли Засахаренные фиалки Понимаешь Шоколадные конфеты С фиалками Сумасшедшие А шоколадно-апельсиновый кекс А как звучит А какой он на вкус Ну вот Есть чем вдохновиться Мы вот Умеем и любим Вдохновлять наших читателей Ну и Очень много интересных Таких материалов Связанных с Известными людьми Вот в частности С Александрой Захаровой Актрисой Которая прославилась Фильмами Вот для меня Она конечно В криминальном таланте Просто Раскрылась невероятно Да Талант раскрылась В полной мере Но Рассказ ее здесь С Несколько Грустными нотками И не только потому Что Ушел из жизни Прекрасная Марк Анатольевич Конечно Да Ну и потому Что знаете Как наверное Когда Ну проходит Какое-то время Ну вот Уходит Очень значимый Человек из жизни И Осмысляется Жизнь Проведенная Рядом с ним И вот она Говорит о том Что При всем При том Что конечно Главным человеком Отец был для нее Всю жизнь Но вот она Сожалеет о том Что все-таки Личная жизнь У нее не сложилась И размышления о том Как же так Может быть Что вот Папа все Сделал для Любимой дочери Вот Но есть Какие-то вещи В которых Может быть Увы К сожалению Его роль Была Ну вот Такая сомнительная В том смысле Что Его имя Его безусловный Авторитет Либо отпугивал Потенциальных Женихов Либо К сожалению Она сама Вот она даже Сама говорит о том Что может быть Она была Чересчур Строга К мужчинам Которые Хотели с ней Познакомиться За ней ухаживали И слишком уж Подозревала Их какие-то Меркантильные мысли Которых и в помине Не было И что они любили На самом деле Ее А они просто Хотели стать Поближе к ее отцу Но Увы Мысли эти Ну вот Пришли наверное Слишком поздно Ну вот Ну такой философский Материал Да действительно Ну то есть вот Жалко что невозможно Сразу получить Вот Проведение И талант И личное счастье Очень часто Вот именно актеры Ну те Кому приходится Выбирать Одно или другое И те же актрисы К сожалению Которые тоже Должны делать Ну на мой взгляд Невероятно тяжелый выбор Это например Между ролями и детьми И мы точно знаем Что такая актриса Не одна И что бы они не говорили На пике Актерского успеха К сожалению Ближе уже Ну Скажем К закату жизни Да Или вот В каком-то определенном возрасте Может быть там После 60 Все-таки Нотки сожаления Практически у всех Мелькают О том Что да Успех Да Оскар Да Тейфи Грэмми Да все что угодно Но Дети Близкие Любимые Семья Ну все-таки Елена И у нее Прекрасный ребенок И любовь Ну то есть По-разному все складывается Я точно Например Помню Что уже Ну в каком-то определенном возрасте Наталья Гундарева стала Говорить о том Что ну вот да Наверное все-таки Вот к сожалению Вот я делала такой выбор Наверное вот Это было ну вот как-то не очень правильно Потому что вот сейчас Немножко грустно Немножко одиноко Немножко жалею Да Ну вот Есть такое И точно так же у Александра Захаровой Вот сейчас тоже Вот я говорю Вот ну так Философские какие-то Вот такие речи о том Что ну да Вот ну роли Да все здорово Ну наверное когда тебе 30-35 Ты думаешь Боже какие дети Я все еще успею Все будет впереди Тут же вон какая роль А вдруг у меня там с нею Будет связано то-то-то и то-то Ну Ну да А оглядываясь назад Уже как-то оценивается Все совершенно по-другому Да конечно Но вместе с тем Смотри Вот у нас есть еще Тоже украшение номера журнала Это материал с Гариком Сукачевым Который отметил 60-летний юбилей Я вообще сама когда осознала Что боже мой Так Сукачев 60 лет Это вот этому рокеру Да Который скачет до сих пор По сцене Это вот ему 60 Ну трудно поверить Но вместе с тем это так Так вот Несмотря на Секс, драк, рок-н-ролл И так далее Ты представляешь Он со своей Одной единственной Родной женой Вместе 45 лет Да Впечатляет Скажи 45 лет вместе Ну это фантастика На мой взгляд То есть что бы ни было Но все-таки Ну это очень круто Ну и я понимаю Что здесь тоже есть Вот такой философский момент С одной стороны Когда ты молодой И у тебя вот Ну тебя называют Гарик Это в принципе Понятно А вот когда ты становишься уже 60-летним человеком Конечно В обычной жизни Ну тут даже вынесено в заголовок Что когда к нему обращаются Там Гарик Он говорит Я спокойно отвечаю Для вас Я Игорь Иванович Да Вот когда 60 лет Я иногда Когда читаю псевдонимы Звезд типа Ёлка Нюша И так далее Я каждый раз думаю Нюша милая А как же тебя называть Как-то Девота к 40 Уже будет Ну как-то да Или там Ёлочка даже Ну вот так же И с Гариком Ивановичем Произошло Здравствуйте Доброе утро Да Пожалуйста А сорвался звонок Человек звонил Звонил так очень долго Да Ну и вот здесь можно Очень такое-нибудь Хорошее интервью с ним Она рассказывает И про детство И про семью И про музыку То есть очень много Таких Очень откровенно говорит И отвечает действительно На такие удобные Неудобные вопросы Про то что Ну а кто же занимался Воспитанием детей Который У него сын Стал режиссером Да То есть уважаемым человеком Все очень здорово Вот как Если у вас там Ну вот Ваша Рокерская действительность А он честно И говорит Ну как Как Ну вот благодаря Ольге Жене моей Потому что Ольга в нашей семье Скорее папа То есть человек Который решал Все вопросы Ставил задачи А Гарик Иванович был Ну вот таким Праздником Фейерверк Прилетел Блеснул Грохнул Салютом И обратно Улетел на гастроли Ну вот Такая жизнь Ну и вот С этой жизнью Можно тоже Ознакомиться В Вип-клубе Люблю Такой действительно Очень яркий Интересный Материал Так что И вот эти Персонажи Присутствуют В свежем номере Как и Например Такой Ну вот Праздники Праздниками А ведь Время-то Уже наступает Объявлена Официальная По-моему Эпидемия гриппа В стране И вот здесь Целая рубрика Детского здоровья Что скрывается За словом Простуда Да Вот у нас Как раз таки Специалист Объясняет Чем отличается Вот эта вот Волшебная Аббревиатура ОРВИ Которую мы Наверное С детства Помним Да И когда Растили Дети Тоже вот Пишут ОРВИ Или ОРЗ И Объясняется Чем они Отличаются От гриппа На самом деле Абсолютно Разные заболевания Когда у нас Начинает Ну там Першить в горле Или Начинается Насморк Мы думаем Ох Это наверное У меня грипп Ну вот нет Грипп это совершенно Другое заболевание От гриппа Надо делать Прививки Антипрививочные Тенденции Сильны В наше время Но люди У которых Есть здравый смысл И которые Все таки Понимают Что лучше Своих Родных Уберечь Конечно Отправят Отведут На прививки И детей И особенно Пожилых Родственников Бабушек Дедушек Надо обязательно Отводить На прививки Не надо Испытывать Несобственные Нервы Потому что Будете Переживать И тем более Их здоровье А грипп Дело серьезное И тем более Не хочется Болеть на празднике Так что Примите к сведению Ну и посмотрите Внимательно Изучите Этот материал Поскольку Здесь сравниваются Оба Заболевания Романтика Тоже присутствует Я смотрю Тут непридуманные Истории Ну а как же Без любви В журнале Люблю В журнале Люблю Есть вещи Которые Неизменно Это Все что Связано С красотой Потому что Где женщины Там и красота И все что Связано С чувством любви Поэтому Мы в очередной Раз напоминаем И приглашаем Всех Подписаться На год На журнал И принять участие В наших главных Конкурсах Напоминаю Еще раз Всем дорогие Что Каждая подписчица Которая выписала Журнал Люблю На год На 2020 год Может прислать По мейлу Который указан В журнале Люблю Собака Люблю Свою фотографию Свою фотографию И буквально Коротенький Рассказик Себе Имя Фамилия Чем вы Занимаетесь Что вы Хотели бы Все эти Читательницы Будут участвовать В конкурсе Который Называется Лицо с обложек И стать Героиней Нашей обложки Мне кажется Это был бы Великолепный Подарок Себе Например На Новый год В следующем 2020 году Зайти в киоск Или зайти В любимый Магазин И улыбнуться Себе Стоящей На полочке Среди Прочих Журналов Очень красиво Все может Случиться Ну и в каждом номере Тут всякие СМС-конкурсы Подарочки Которые тоже Можно выиграть И много-много чего И в этом номере Тоже Так что Все условия подписки Вы найдете На последней странице Журнала Вот Ну а мы Нам наверное Уже надо будет Заканчивать Сегодня С вами были Олег Пекай Ина Авина Журнал Люблю И программа Люблю лайв Спасибо большое Всем до встречи В следующую среду